Эмоции накаляются, болельщики не выдерживают напряжения и взрываются бурными овациями. Герой дня – лучший бомбардир команды 28-й школы Андрей Степанов. За 8 минут до конца второго тайма он забивает решающий гол и обеспечивает своей команде победу в Ярославской школьной мини-футбольной лиге 2019. Это очень приятно, я очень радовался, это был просто переходный момент матча. После этого мы начали доминировать в игре и все у нас получилось. Были аутсайдерами, но за счет боевого характера вырвались вперед. Игра завершается со счетом 1-0. Как таковых профессиональных тренировок у победителей не было. Практиковались футболисты 28-й школы на любительском поле. Впрочем, это не помешало Роману Карпову стать лучшим игроком лиги. Немного силы собранности не хватило 36-й школе. Три года подряд они выходят в финал. Вырвать победу из рук соперников пока не удается. Не все команды получалось, видны были моменты. Была возможность забить, конечно, не воспользовались, жалко. Но самое обидное, что мы третий раз подряд выходим в финал и проиграем. Это, конечно, самое досадное. Мы были настроены на победу, конечно. И соперник был более-менее рабочий, могли выигрывать. Розыгры школьной мини-футбольной лиги проходит уже третий сезон. В этом году за звание лучших с февраля по апрель боролись 16 команд. После группового этапа стартует плей-офф – игра на выбывание, по итогам которой определяется победитель турнира. Поздравляем, что команд. Мы достойны. Мы были в том, что мы четвертые, а сейчас стали первые. Все молодцы, ребята. Все играли здорово. Отдали все, что могли. В следующем году организаторы планируют провести в Ярославле полноценный чемпионат. Команд станет 20. Появится высшая и первая лиги. Анна Мелехина, Денис Сахаров. День в событиях.